МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом. В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока. В студии Александра Вершинина. И вот главные темы на сегодня. Призвали к порядку. Какие нарушения выявила транспортная комиссия в городских автобусах? Какие жалобы чаще всего поступают на водителей автобусов, расскажу я, Ирина Макрестова. Правда или слухи, горожане обсуждают новость о закрытии старейшего океанариума Владивостока. О дальнейшей судьбе старейшего океанариума Владивостока расскажу я, Алина Черненко. Машины собственными руками, необычные мотоциклы собирают в обычном гараже Приморской столицы. История в мотоциклах. Почему горожане не выбрасывают старые вещи, расскажу я, Валерия Белоус. Кроме того, сегодня в выпуске. И снова здравствуйте. Очередной тигр попал в объектив видеорегистратора в Приморье. И еще завтрак с хищником. Как встречают утро обитатели зоопарка. Но об этом позже, а сейчас о главном. Водитель автобуса выбежал на остановке за покупками. Долго стоял в ожидании пассажиров. Разговаривал за рулем по телефону. Подобные жалобы на общественный транспорт в диспетчерскую службу поступают едва ли не каждый час. Для выявления нарушителей транспортная комиссия проводит регулярные рейды, выезжая на разные городские остановки. На этот раз с проверкой отправилась и наш корреспондент Ирина Мокрецова. Рейд по автобусам – регулярные мероприятия транспортной комиссии. Проверяют несколько моментов. Главное – это рабочее состояние автоинформатора, который объявляет остановки. И наличие системы ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать, где находится автобус и сколько он простоял в том или ином месте. Уделяется внимание чистоте транспорта, а в зимний период – и отоплению салона. Водители на проверку реагируют по-разному. Одни нервничают и прячут лица за капюшонами, другие открыто все рассказывают. За чистотой постоянно следим. Каждую неделю бойко делаем. Последнее время в интернете почти каждую неделю появляются негативные новости и комментарии в сторону водителей городских автобусов и маршруток. А в диспетчерскую службу жалобы поступают каждый день по несколько раз. Интервал движения не устраивает. Очень часто поступают жалобы, что водители разговаривают по телефону во время движения транспорта. Долго стоят автобусы на остановках. Транспортная комиссия жалобы граждан не только подтверждает, но и оперативно на них реагирует. С курением жалоб нет практически сейчас. За разговор по телефону в принципе такие поступают обращения граждан. Но за данное нарушение привлекают к ответственности сотрудники ГИБДД. Всю негативную информацию диспетчеры передают компаниям-перевозчикам, те в свою очередь своим водителям. Всего во Владивостоке сегодня 91 маршрут, и за них отвечает 14 компаний. Причем с каждой у администрации города заключен договор, где прописаны все правила перевозки и поведения водителей. Согласно документу, на остановках автобусы могут стоять не больше двух минут. На конечных пунктах другая ситуация. Здесь четкого регламента нет. Время отправки диктует диспетчер. Порой пассажиры жалуются, что водители выбегают на остановке из автобуса, чтобы купить кофе или шаурму. Но они одни правила не запрещают это делать. Главное, чтобы водитель укладывался в две минуты. Другой вопрос, могут ли водители есть и пить за рулем. Ответ однозначный – нет. Для этого у них есть время перед отправкой на конечных пунктах. В интервалах между движением они могут и разговаривать по телефону, в то время, когда руки не заняты рулем. Правда, ПДД разрешает разговоры и во время движения, только через гарнитуру. А вы говорите по телефону во время движения? Нет. Нет? Здесь специальная гарнитура, да. Вот специальная гарнитура. Это так можно, да? Какой-то конкретной статистики, на какие маршруты люди жалуются чаще всего – нет. Но пассажиры для себя уже давно определили самые нелюбимые направления. Самый опасный маршрут – это 54-й, я считаю. Один раз я ездил, был случай, вот эта сидушка была не прикручена. И женщина сидела с краю, и он, получается, поворачивал, она вот так вот прям туда упала вместе с женщиной. В этот раз рейд провели по автобусам на площади Семеновская. Крупных нарушений выявлено не было. Только в одном автобусе отсутствовал автоинформатор. Компания-перевозчик пояснила, что он в ремонте. Подобные рейды устраивают почти каждую неделю. Смотрят как автобусы, так и маршрутки. Но не все – выборочно. Так что чаще всего выявлять нарушения помогают сами пассажиры. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. Продолжение темы. Тайные пассажиры ездят в автобусах Приморья. Проверки и работа общественного транспорта продолжаются в регионе. В течение последних двух недель сотрудники полиции осмотрели автобусы во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. За время рейдов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 18 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Самые частые нарушения – маневры без включения поворотников, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушение правил остановки или стоянки и разговоры по телефону во время движения. Кстати, не отличается дисциплина и пассажира автобусов. Большая часть из них активно передвигается по салону, не дожидаясь полной остановки автобуса, что может стать причиной травмы. 1 декабря – последний день уплаты трех налогов на физических лиц – транспортного, земельного и налога на имущество. Таким образом, завтра до 24 часов еще можно успеть погасить свои налоги за 2015 год, так как уже со 2 декабря вы автоматически попадаете в список должников. В связи с этим наш сегодняшний вопрос телезрителям – а вы заплатили налоги? Если вы уже выполнили свой долг гражданина и оплатили все, что причитается государству, звоните 249-88-06. Если же вы не считаете уплату налогов делом первостепенной важности или пока не нашли для этого средств, набирайте 249-88-07. В конце выпуска мы обязательно подведем итоги, а пока к другим новостям. Среди горожан появились слухи, что старейший океанариум Владивостока закрывают. По мнению общественности, причиной тому новый океанариум на русском острове, так как все силы сейчас брошены на его развитие. Доля правды в этом есть. В морском музее на спортивной набережной действительно настала пора перемен. В дальнейшей судьбе первого океанариума города разбиралась Алина Черненко. Сейчас в основном все внимание приковано к новому океанариуму на острове Русском. И все забыли про старейший океанариум Владивостока, в котором тоже начались перемены. Зайдя внутрь здания, видишь, как рабочие активно выносят экспонаты и выставочное оборудование. Как позже стало известно, это научный центр Тинро покидает стены морского музея. Старейшему океанариуму не только Владивостока, но и России летом этого года исполнилось 25 лет. Основан он был по инициативе Тинро. Позже здание музея было передано в ведение МУП в Аквамир, а научный центр стал его арендатором. Мы отработали 25 лет и дальше мы просто не можем в том же режиме так же качественно эксплуатировать то оборудование и ту коллекцию, которая у нас была. Также директор Тинро отметил, что постоянное сокращение финансирования отраслевой науки привело к тому, что им пришлось ограничить развитие непрофильной деятельности. Поэтому руководство центра приняло решение расторгнуть договор аренды с Аквамир и покинуть помещение. В итоге по городу поползли слухи, что океанариум на набережной закрывают. Океанариуму остается работать так же, как и работал. Будет увеличиваться, будет внутренний ремонт делаться. Ну, как-то обновляется экспозиция. Будет снижение стоимости билета с 350 на 250 рублей. Слухи опровергнуты. Вопреки сложившимся обстоятельствам и появлению нового океанариума на русском, старейший морской музей продолжит свою миссию. И это несмотря на то, что он не имеет никакой финансовой поддержки. В отличие от нагремевшего океанариума на острове. Однако, который пока закрыт по техническим причинам. В стенах первого океанариума останется почти вся живая часть коллекции. Единственное, пустее – всеми любимый аквариум со ситрами. Их ученые привезут на свою базу в Лучегорск. Кроме живой коллекции, очень большая, мощная, интересная, зарегистрированная в российском реестре музеев. Коллекция научная есть. Сухая коллекция. Мы ее, конечно же, оставляем за собой. У этой коллекции очень интересная и большая судьба. Потому что она возникла в Тенро. Тенро – это 90 с лишним лет. Она возникла еще в 30-е годы. У Тенро есть свой музей морской науки во Владивостоке. И сухую коллекцию ученые разместят именно там. Часть экспонатов они уже перевезли. Когда все расставят по своим местам, двери музея вновь будут открыты для всех ценителей морской фауны. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Дворовые хоккейные коробки во Владивостоке проходят проверку на готовность к эксплуатации зимой. Заливать их планируют с наступлением устойчивых минусовых температур. Сегодня специалисты проверили 21 спортивное сооружение Первореченского района. К ведению спорта у нас в текущем году будет заливаться 50 объектов, которые находятся в оперативном управлении детско-юношеской спортивной школы «Единоборств», которая и обслуживает эти объекты, и осуществляет их текущее содержание и заливки. Кроме того, во Владивостоке нынешней зимой зальют 20 пришкольных катков и коробок, а также стадион «Строитель», стадион «Авангард» и каток в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лозо. Специалисты Управления развития физической культуры и массового спорта администрации города обращаются к жителям с убедительной просьбой проявлять ответственность и не допускать порчи имущества на придомовых хоккейных коробках. Это позволит длительное время эксплуатировать объекты и не тратить бюджетные деньги на восстановление площадок. В скором времени в Приморье планируют производить электрокары. На территории опережающего развития Надеждинская рассчитывают построить производственную площадку на 100 рабочих мест. Туда будут завозить подержанные японские машины в количестве 5000 штук в год. И вот из этих деталей будут собирать новые электромашины. Большинство из них, согласно проекту, намерены отправлять в Индию или Таиланд. Но какая-то их часть сможет продаваться и в России. Такие машины будут относительно недорогими, поскольку новые правила утилизации в Японии позволяют приобретать автомобили для реконструкции по очень выгодным ценам. К тому же электрокары после переделки не облагаются таможенными пошлинами. Что из этого выйдет, увидим уже в 2017 году. Пока же предлагаем посмотреть на героя следующего сюжета, который никаких государственных и краевых программ и проектов не ждет, а собственноручно собирает машины и мотоциклы в своем гараже. Мотоциклами Антон увлекается с детства. Реставрировать советскую технику он стал 7 лет назад. Занимается этим исключительно для себя. Первый эксперимент – мопед «Рига-7». Друзья подарили. Главное в моем хобби увлечение – это сохранение истории, чтобы потомки наши, сын мой подрастающий, тоже вникал, понимал это и видел, как в то время на чем ездили. В его контейнере четыре мотоцикла. Самый пожилой – экспонат 71-го года. Молоденький – модель М7285-го. Все не на ходу. Но, как шутит Антон, если день на них поездить, неделю потом чинить. В планах многое, что и машину хотелось бы реставрировать, и в какое-нибудь путешествие хотелось отправиться на старом автомобиле, на военном. Контейнер Антон использует как складское помещение. Все работы он выполняет в музейной мастерской. Сейчас его забота – будущее мотоцикла М72 по документам, ему почти 60 лет. В планах реставратора сделать из груды железа образец 1944 года. Для этого Антон заказал специальные колеса, которые делают в Китае, а из Польши – металлические крылья в форме утки. Только одно крыло без учета доставки ему обошлось в 16 тысяч рублей. Реставрация – она очень дорогое дело, очень такое кропотливое. На данный момент, в этом состоянии, в котором находится мотоцикл, разобраны, все подготовлены, можно сказать, к покраске, уже затрачено более 200 тысяч. Кроме денег, подобное увлечение отнимает и много времени. Но Антон не занимается реставрацией в ущерб. Его поддерживают и жена, и маленький ребенок. Это мой железный мишка, которого в той зиму на работе смастерил полностью сам. Было скучно, было много запчастей от машин старых. Я сам работаю в автосервисе. Ну, чтобы не скучать зимними днями, вот построил такого вот медведя. Мотоцикл Антон либо покупает за бесценок, либо принимает в дар от знакомых и друзей. По такому же принципу формируются и музейные коллекции. Еще каких-нибудь 15 лет назад с музеем автомотостарины был готов сотрудничать практически любой житель Владивостока, у кого завалялся ненужный старый автомобиль или мотоцикл. Но сегодня многие предпочитают на этом зарабатывать. Цены варьируются от 45 до 400 тысяч рублей. Все зависит от модели. Чем старше, тем дороже. Таковы тенденции последнего десятилетия. Тогда, ну, как бы, другое отношение было. Все это ничего не стоило, в принципе. Сейчас, допустим, тот мотоцикл, который в 75-м году мы купили за 100 рублей, ну, грубо, да, сейчас он стоит, может быть, 5 тысяч долларов. Бесплатно в музей предлагают технику в основном пост-80-х годов. Но такого уже предостаточно. Приходится отказываться. Антон тоже не ищет свежих моделей. Берет только ржавое, никому не нужное. Реставратор уверен, в этом и есть история. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Сейчас мы прервемся на рекламный блог, а после расскажем вот о чем. Завтрак с хищником. Как встречают утро обитатели зоопарка? Почему ты играешь в баскетбол? Игроки Владивостока задали этот вопрос всей стране. И подведем итоги голосования. Сегодня мы спросили зрителей, а вы заплатили налоги? Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Собери всю семью за обеденным столом. Только в ноябре в магазинах «Азбука мебели» скидки на все обеденные зоны до 30%. «Азбука мебели», «Азбука мебели». В мире высоких технологий и больших скоростей. Хорошую вещь надо выбирать не торопясь. Ювелирные часы ручной работы «Марсек». «Марсек» – вне времени, выше моды. Откройте для себя подлинное корейское качество. «Кареал» – настоящая Корея. Владивосток – торговый центр «Искра». Торговый центр «Серп и молот». Компания медицинского туризма «Бенехит» совместно с Национальной организацией туризма Кореи предлагает тур на диагностику и лечение в лучшие медицинские центры Южной Кореи. Скидки на лечение от 10 до 30%. Телефон 2-333-222. Решили сэкономить на такси? Надо было звонить в «Сатурн». Выгодный тариф на короткие поездки. Всего от 100 рублей. Такси «Сатурн». Творить добро – это просто. С каждой пачки пельменей «Кроха» мы перечисляем 2 рубля детям, нуждающимся в срочном лечении. Покупая пельмени «Кроха», вы помогаете детям. Это «Новости на восьмом» и смотрите далее в нашем выпуске. Завтрак с хищником. Как встречают утро обитатели зоопарка? Почему ты играешь в баскетбол? Игроки Владивостока задали этот вопрос всей стране. И подведем итоги голосования. Сегодня мы спросили зрителей, а вы заплатили налоги? Риа Влад Ньюс вошло в пятерку лидеров медиарейтинга наряду с интернет-ресурсом ВЛ.ру, информационными агентствами Примамедиа, ВостокМедиа и Дейта. Рейтинг построен на основе базы «Медиалогия», включающей порядка 35 тысяч источников – телевидение, радио, газеты, журналы и информационное агентство. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости – показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Период исследования – с 1 июля по 30 сентября этого года. Отдельно напомним, что месяцем ранее, 2 ноября, Риа Влад Ньюс отметила свой 19-й день рождения. Сайт был создан в 1997 году как электронная версия газеты «Владивосток». И это была первая электронная СМИ в Приморье. А сейчас пришло время напомнить о нашем традиционном опросе. Сегодня он связан с тем, что 1 декабря в России истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц. Поэтому наш сегодняшний вопрос телезрителям – а вы заплатили налоги? Если вы уже выполнили свой долг гражданина и оплатили все, что причитается государству, звоните 249-88-06. Если же вы не считаете уплату налогов делом первостепенной важности или пока не нашли для этого средств, набирайте 249-88-07. В конце выпуска мы обязательно подведем итоги. А пока пришло время услышать ответы горожан. Их, как всегда, собрали наши корреспонденты на улицах Владивостока. Да, заплатил все и сплю спокойно. У меня все проплачено, это точно. Все оплачено, все нормально, все хорошо. У меня как пенсионер никаких налогов нет. Я иду в банк сейчас. Серьезно? Да. Будете оплативать все, да? Да. Лучше такие платежи сразу закрывать, чтобы никаких проблем не возникало. Я, если честно, даже не знала, что сегодня последний день, потому что никакими налогами не обложено, поэтому потерялась. Я не плачу, потому что я не работаю, к сожалению. Ну, конечно, стоит платить. На эти деньги делаются дороги, строятся детские площадки. Ну, это необходимо просто. Полосатый хищник вновь попал в объектив видеорегистратора Приморья. Тигр перебегал проезжую часть на трассе Артем-Находка-Порт-Восточный, близ населенного пункта Новая Москва-Шкотовского района. Как рассказал Виктор, владелец записи, именно его отец с другом стали свидетелями появления на дороге тигра. Хищник выпрыгнул прямо перед их автомобилем и буквально двумя прыжками пересек проезжую часть, скрывшись в лесу. Стоит отметить, что это уже не первый случай появления тигра на публике. И сейчас сложно предугадать его маршрут, ведь в прошлый раз полосатый хищник дошел до города. Ежегодно 30 ноября принято посвящать всем одомашненным человеком-животным, чтобы еще раз напомнить людям об ответственности за братьев наших меньших. Отмечают этот праздник по-разному. Проводят пикеты и флешмобы против жестокого обращения с животными и в поддержку создания зооприютов. Некоторые даже разрешают своим питомцам делать все, что обычно запрещено. А мы решили отпраздновать этот день по-своему и узнать, как встречает утро обитатели зоопарка. Медведица Марта уже вторую зиму отказывается впадать в спячку. И в отличие от своих собратьев, каждое морозное утро с нетерпением ждет завтрака. Питается как истинная леди. В ее рацион обязательно входят овсяная каша, фрукты, орехи и, конечно, любимый мед. Его в день Марта съедает около полулитра. У льва Бонифация настроение поднимается только после завтрака, когда голодный зол на весь мир. Начинать день предпочитает с большой порции мяса, как и красавцы тигры. Наши тигры в день получают в среднем по 10 килограмм мяса на голову. Ну и опять же смотришь, если они предыдущую порцию проели плохо, и, соответственно, что в следующий раз чуть поменьше даже. Кормление хищников – серьезная процедура, которая требует предельного внимания. Перед тем, как им приносят еду, клетки необходимо вычистить. Конечно, ни один сотрудник зоопарка не может находиться в вольере с диким животным. Для этого используют специальные перегонки. Хищника переманивают в соседнюю клетку, где его на некоторое время закрывают перегородкой. Здесь каждому животному нужно найти подход и в питании. Вот, например, тигр-маркиз и его дамы Амурка и Усурка кушают по отдельности. И это не из-за законов природы. Просто тигр, взяв на себя обязанности главы семейства, постоянно отбирает у девушек корм. Есть в зоопарке еще один обитатель, требующий отдельного внимания. У ламы Феди нет ни клыков, ни когтей. На вид он милый и безобидный, однако держит в страхе многих. То ему комбикорм принесли не так, то фрукты не так положили. В отместку плюется и норовит укусить сотрудников зоопарка. Вредного соседа безропотно терпят верблюд, овечка и маленький як. Но еду делят по-братски, хватает всем. А волки нетерпеливо дожидаются своей очереди. Их приходится кормить отдельно и чуть позже, чем остальных. Впрочем, в этом они сами же и виноваты. Своенравных зверей загнать в перегонку сложнее, чем остальных хищников. Неожиданно проснулся к завтраку сегодня енот-полоскун. Для таких не спящих, как он, корм продолжают приносить даже в период спячки. Его маленькие шатуны забирают к себе в норку. Позже, конечно, засыпают. Только уже с запасами на весну под боком. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Почему ты играешь в баскетбол? Именно с таким вопросом ко всей России обратились баскетболисты Владивостока. Спортивный проект под названием «Траектория» решил вернуть баскетболу былую славу и заодно вывести этот вид спорта в городе на новый уровень. Опытные игроки Приморской столицы сняли видео, в котором рассказывают, как познакомились с этой командной игрой и призывают всех сделать то же самое. О том, что собой представляет новоиспеченный коллектив и какие задачи он перед собой ставит, расскажет Максим Яковлев. Эти ребята играют в свою любимую игру и летом, и зимой. Для них баскетбол – это нечто большее, чем просто вид спорта. Парни представляют новоиспеченный проект «Траектория». Под таким названием опытные спортсмены решили вывести баскетбол за привычные рамки и вновь придать этой командной игре бывалый глобальный интерес. Мы не будем делать какие-то там чемпионаты, но мы хотим пробовать разные форматы, которые, допустим, в городе еще не делали, типа каких-нибудь там, не знаю, ночных турниров или необычных турниров, или даже образовательные истории. Вот Юра у нас, допустим, он судья, и он хочет воспитывать молодых судей. Почему нет? И потихонечку, понихонечку, так по наитию мы хотим стараться это делать качественно. «Траектория» – это дружный коллектив и две прославленные команды – мужская сборная в ГУЭС и стритбольный клуб «Там и ложись». Баскетболисты имеют за своими плечами уйму наград и побед на крупных соревнованиях. Например, относительно недавно ребята в составе Благовещенской команды выиграли кубок ДВФО. Эта победа, к тому же, принесла нескольким игрокам звание кандидатов в мастера спорта. Дабы осознать, насколько действительно опытный состав получился у приморцев, достаточно, например, познакомиться с капитаном команды. Станислав Герасимов по кличке Гера является на данный момент лучшим игроком Приморского края. Его заслуги привлекли внимание даже профессиональный клуб «Спартак Приморья», который предложил игроку контракт. Получил предложение перед началом этого сезона. Как лучшему игроку Приморского края поступило предложение. Здесь все «за» и «против» я выбрал продолжать играть вместе со своими друзьями. Начать свою необычную пропаганду баскетбола участники траектории решили с акции под названием «Почему я играю в баскетбол?». Владивостокские спортсмены выпустили видеоролик, в котором призвали всю страну рассказать, за что они так любят этот вид спорта. Баскетбол – это как жизненный путь. Каждый выбирает сам свой стиль, свою игру. Как игра в шахматы. Ты знаешь, как расставить фигуры правильно. Ты должен сделать шаг и должен сделать мат. Приморцев моментально поддержали распространением ролика и специального хэштега. К акции сегодня может присоединиться любой желающий. Формат своего рассказа о любимом виде спорта каждый определяет сам. По мнению траектории, баскетбол за последние годы упал в количестве как фанатов, так и самих спортсменов. И с этим нужно что-то делать. Мы пытаемся продвинуть саму игру в массы. То есть не просто профессиональный вид спорта, а именно любительский. Чтобы ходили смотреть, любоваться этим видом спорта. Это действительно зрелище. Почему бы люди не должны прийти посмотреть на это дело? Траектория, имея хорошие карты на руках в виде опытных баскетболистов, собирается перевернуть понятие об этом виде спорта не только в городе, но и, возможно, по всей стране. И что самое главное, внести вклад в поднятие баскетбола на новый уровень сегодня может каждый. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. Реагируя на сигналы пассажиров общественного транспорта, специальная комиссия проводит регулярные рейды по городу. На этот раз с проверкой отправилась и наш корреспондент. В морском музее на спортивной набережной настала пора перемен. Однако, вопреки слухам, закрывать его не планируют. Необычные машины в обычном гараже. Приморский умелец собственноручно собирает мотоциклы у себя в мастерской. Ежегодно 30 ноября отмечают как день одомашненных человеком животных. Мы же решили отпраздновать этот день по-своему и узнали, как встречают утро обитатели зоопарка. И ответы телезрителей на вопрос. А вы заплатили налоги? Результаты опроса прямо сейчас на ваших экранах. В налоговых вопросах государство все больше полагается на нашу с вами самостоятельность. Так, в этом году ответственность за их уплату полностью легла на плечи граждан. Если раньше можно было сослаться на то, что уведомление не пришло, то теперь, если россиянин так и не обнаружил в почтовом ящике письмо счастья, это считается его проблемой. Человек должен был самостоятельно обратиться в налоговую и поинтересоваться, почему он до сих пор не знает, сколько должен государству. Сегодня на этом все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или звоните телефон редакции 249-88-12. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное, Владивосток. И еще, сегодняшнее число обозначено в календаре как День домашних животных. Уверены, что среди наших зрителей есть множество их любителей. Что касается 8 канала, то главным исследователем в этом вопросе можно назвать Валерию Белоус и ее программу «Милахи». Нарезку лучших кадров этого нового проекта предлагаем посмотреть прямо сейчас без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на 8. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»